Книга «Открытым оком», 13-й том, тема «Потеряевка». Вопрос 2803. Писали, что к вам в Потеряевку трудно приехать, что там нелюдимые жители, корреспондентам туда путь заказан. А как же все новые репортажи о вас выходят в газетах, журналах и по телевидению? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отвечу словами Соломона. Притчи 2645. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделался подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Кто писал слышанные вами недоброжелательные слова, выдан с работы, а напечатавшие это, показавшие по телевидению, заплатили за моральный ущерб и опубликовали опровержение. Вот очередной репортаж, даю маленькие выдержки из него. Общество и здоровье, номер 4, 2005 год. Альманах, Москва, 50 тысяч экземпляров. Что они нашли в Потеряевке? Страницы 28, 28 по 31. Наш специальный корреспондент Владислав Галенко из далекой алтайской деревни Потеряевка. Прямая речь. Для многих моих соотечественников, как малая родина, то самое на земле место, где человек родился и вырос, а правильнее сказать место, где земля его родила и вырастила. И вдруг свершилось. Появились люди, которые захотели возродить свои гнезда. Практически одновременно в двух исчезнувших деревнях приступили к восстановлению отчих мест. Я сделал репортажи из обеих деревень, видел радость их новых жителей, наблюдал за строительством первых домов, но из двух деревень смогла отстроиться только одна, а вернее выдержать всевозможные бюрократические припоны чиновников. Пройти суды смогли только жители деревни Потеряевка, а живут здесь не старообрядцы, как может показаться, и не сектанты какие, а последователи русской зарубежной церкви, одной из ветвей русской православной церкви, расколотой в результате революции и гражданской войны. Сейчас братья по крови и вере уже нашли пути сближения, объявлено совместным строительством монастыря в Беслане, а также о том, что в 2006 году произойдет воссоединение двух православных церквей. Вера в Бога дала силы превозмочь многочисленные беды и напасти, и постепенно восстановить жизнь в деревушке. В деревне под названием Сыра Пятого этого не получилось, ее пытались восстановить самые обычные люди, склонные ко всем человеческим слабостьям. В этом негласном соревновании победила целеустремленность верующих, да и мне самому было и проще, и интереснее работать в Потеряевке, и я проникся огромным уважением к способности Потеряевцев жить своим умом, изворачиваться в разнообразных экстремальных ситуациях, которых жизнью подбрасывать предостаточно. Далее описание деревни Лагерестана, которые были уже в материалах. Мой последний материал из деревни был 7 лет назад. И все эти годы хотелось наведаться, посмотреть, как же у них там, что с ними, хотя мысли, что у них может быть плохо, даже и не возникало. Звонок по телефону и отвечавший, и ответивший на том конце провода Игнатий Николаевич Лаптин говорит мне, «Приезжай, в ближайшее воскресенье у нас праздник, возрожденной Потеряевке 14 лет, вот так, убедившись в очередной раз, что ничего случайного в этом мире не бывает, а как еще объяснить, что позвонил очень вовремя и отправился к героям своих фоторепортажей». Посетил, потеряется в этот праздничный день и глава администрации Мамонтовского района, на территории которого расположена деревня Потеряевка, Валентин Васильевич Беляев. Поздравил жителей, подарил ребятишкам футбольный мяч и школьную доску, помощи не обещал, но обязательством не мешать, данное районными властями 14 лет назад, обязуется держать, а большего потеряется и не надо. Закат пылал, клубились тяжко тучи, когда из храма молча расходились, как нам спастись, когда попы не учат, а в том, что подают сплошная примесь, когда бы не было Евангелия нигде, не знал бы, с чем нам сравнивать служение, нам с удивлением приходится глядеть. На черноте какой беспрецедентный женец со свахалином, со сваталином греческих монахов, сплошных невеж, божественных писаний? Теперь приходится от удивления ахать, по чью же дудку сотни лет ли стали, пренебреженно слово Еговы и даже имя Божие сокрыто, сожрали тучные свертощие коровы, мироточивые лишь трупы у корыта. Без мозгло и бессовестно намугали, монахов выставили под героев дня, и столько же на них притом регалий, что им апостол и сам Христос родня. А на поверку вышло, нет героев, несущих слово о рождении свыше, под землю лезут и пещеры роют, а небы солнечные от них кроты услышат. Под иначе скорязкой небосвод оглохли, отупели беспросветно, кто через проповедь к Иисусу призовет, каких ладов сухих дождаться веток? Народ покинут, овцы разбрелись, добычей хищников становятся младенцы, смерть проповедуется, взгляд потуплен в мир, а радости спасенных нет и песен. Немедленно у храма возглашу, нас обманули и допустили к слову, уцеломудрый Бог, попов не устрашусь, отвергшийся себя крест примеряет новый. 20 августа 2005 года Игнатий Лапкин